Найдите сумму. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Итак, мы имеем алгебраическую сумму квадратов натуральных чисел от 1 до 100 включительно с чередованием знаков. В частности, квадраты нечетных чисел присутствуют в сумме со знаком плюс, а квадраты четных чисел присутствуют в сумме со знаком минус. На канале уже была найдена похожая сумма, только там не было чередования знаков. Кому интересно, как находить сумму квадратов натуральных чисел, ссылка будет в описании. В данном же случае, то есть в случае чередования знаков, данная сумма находится намного быстрее. Для начала удобно будет сгруппировать наши квадраты попарно. То есть одно слагаемое мы будем брать со знаком плюс, второе со знаком минус. А это значит первая разность у нас будет иметь вид 1 в квадрате минус 2 в квадрате. Следующей парой будет разность 3 в квадрате минус 4 в квадрате. Следующая пара 5 в квадрате минус 6 в квадрате. И так далее. И последняя пара 99 в квадрате минус 100 в квадрате. Далее распишем каждую скобку по формуле разности квадратов. Тогда первая разность будет равна произведению 1 минус 2 умножить на 1 плюс 2. Вторая скобка будет равна 3 минус 4 умножить на 3 плюс 4. Третья скобка или третья разность будет равна произведению 5 минус 6 умножить на 5 плюс 6 плюс и так далее. Плюс последняя пятидесятая скобка. Действительно изначально было 100 слагаемых. После того как мы их собрали в пары у нас получилось 50 пар. То есть последняя пятидесятая скобка будет равна произведению 99 минус 100 умножить на 99 плюс 100. Теперь заметим, что разность в каждой первой скобке равна минус 1. А это значит наша сумма будет равна минус 3 минус 3 плюс 4 7 минус 5 плюс 6 11 минус и так далее минус 199. То есть в результате мы получили сумму 50 членов арифметической прогрессии, первым членом которой является число минус 3, а разность d будет равна минус 4. Например, чтобы найти разность, нужно от последующего члена прогрессии вычесть предыдущий ее член. Например, d найдем как а2 минус а1, получаем минус 7 минус минус 3, получаем минус 4. То есть нам необходимо найти сумму 50 членов арифметической прогрессии, первый член которой равен минус 3 и разность равна минус 4. По готовой формуле сумма 50 членов арифметической прогрессии равна а1 плюс а50 разделить на 2 и умножить на их количество, то есть умножить на 50. Подставляем а1 равно минус 3, а50 равно минус 199, все это нужно разделить на 2 и умножить на 50. В числителе получаем минус 3 до минус 199, получаем минус 202, все это нужно разделить на 2 и умножить на 50. Делим на 2, получаем минус 101 умножить на 50, то есть в результате получаем минус 5050. Пишем ответ. Данная алгебраическая сумма равна минус 5050. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.